Всем привет, мои дорогие! Я рада, что вы снова заглянули ко мне на канал. Сегодня у меня на канале в гостях госпожа Наташа. И это видео будет совместным. И в этом видео мы расскажем вам о самом сокровенном, о том, что хранится в наших косметичках, которые у нас всегда с собой в сумочке. При этом на канале Наташи вы увидите содержимое моей косметички, а здесь вы посмотрите то, что хранится в косметичке на тусика. Давайте посмотрим. Во-первых, сама косметичка это Диор Бьюти. Вау, это круто! Боже, откуда у нас деньги на такие косметички? С ума сойти! Бедная Украина! Как мне Наташа сразу предупредила, поскольку она у нас звезда, она у нас участвует в одной прекрасной музыкальной группе, которая называется Блонди, в общем-то наша поп-дива, так сказать, да, ты что? Как она мне объяснила, что здесь у нее, в общем-то, много всего, все подряд, то, что, может быть, вдруг пригодится где-то там, в случае чего. Поэтому давайте посмотрим, что же это за случай, в случае которого может многое пригодиться, да? Что-то самое большое, похоже на баллончик газовый, если честно. Надо пугать мужчину. Да-да-да. А, я видела, обзор ты делала вроде бы, да? Или это новый какой-то? Это другой, я поменялась с подружкой, потому что... Ух ты, интересно, это BB-крем. Да, я еду. BB-крем Super Beblish Balm. С успеем 25, да, мы не умрем от рака кожи, на успеем 25, как обычно. Я так понимаю, что он, как спрей, он нажимается, такая большая круглая кнопка, нажимаем и выдавливаем себе на руку, интересная штука. В каком оттенке она? Где-то здесь указано? Он один. А, он один, то есть он, наверное, подстраивается просто под цвет кожи, да? Судя по иероглифам, он явно приехал откуда-то из Азии. Я засталась в Корее, Made in Korea написано, то есть в Корее он сделал. Интересно, 12 месяцев у него срок годности. В принципе, как для тонального, так нормально. Да, у нас же есть чудо-тарелочка, в которую мы выкладываем все содержимое. Поехали дальше. Что тут мне дальше? У меня дальше идут таблетки. О, боже, она на колесах. Это витамины. Ага, дальше две витаминки. Эфиктин, кстати, для кожи мне косметолог посоветил. Вот, косметолог посоветил для кожи витамины. Так что спросите у Наташи, что это она вам ответит. Поехали дальше. Здесь я вижу блеск для губ. Так, фэшн-глосс, релуи, а я не в курсе. Хотя мне недавно написала одна подписчица, предложила обменяться косметикой. Говорит, что тебе из Беларуси прислать? Я вообще-то не в курсе. Это очень классно. Можно, да? Можно просить. Супер, спасибо. Вот, видите, как раз решила. Вы знаете, как такая вселенная, она, если задает вопрос, она сразу на него отвечает. Вот тебе, пожалуйста, да? И приятный, нежный baby pink розовый оттенок, который, мне кажется, на губах более прозрачным, наверное, да? А, вот такой, да? То есть весьма такой натуральный оттеночек, очень красивый, освежающий, весенний. И даже с такими мили-мили-мили-мили блесочками, которые там есть, такими сатиновыми. Так, поехали дальше. Да, крем Lecoid для зонечного засувания. Что мы мажем этим кремом? Щечки, у меня дерматит. Вообще, мне косметолог прописала физиогель. Это крем для лица, который борется с дерматитом. Потому что у меня на щечках появился дерматит. Вот, но не было в аптеке. Это как аллергия или как что, да? Да, да. Кто-то много ест шоколада, наверное. Да нет, я же не ем вообще, к сожалению. А все равно у нас, видите, дерматит мучает. Так что, если у вас какие-то проблемы, обращайтесь к врачу. И вам пропишут вот такой Lecoid. Ну, либо косметологу. Так, поехали дальше. О, мой друг Lecceitan. Тоже синенький. Синенький. Это как раз такой, который питающий. То есть, у них идет вообще серия увлажняющих кремов для рук. А именно синенький. Это питательный, который питает хорошо нашу кожу. Поэтому, супер, у меня такой закончился. Я купила себе более большой. Посмотрите в моей косметичке у Наташи у нас на канале. Так, карандаш. О, Color Me. В общем-то, Color Me – это контора, которая начала работать с киевскими бьюти-блогерами. Не с киевскими, с украинскими. Да, у нее даже в настоящем ВКонтакте можно написать. Хочу там получить что-то на обзор. Я написала, мне ничего не ответили. Вопрос. Куда они смотрят? Красный. Ну, у нас, у Наташи, кстати, есть классное видео. Такой у нее макияж с красными губами. То ли там аутфит был какой-то такой красивый-красивый. Такой сумасшедшей прической с красными губами. Посмотрите это видео. Наверное, там, возможно, этот карандаш и используется. Очень такой правильный красный, как раз для супер-блондинки. Да, да, да. Так, и сюда же помада. Это не сюда же, но там будет сюда же. Ну, сюда же, имею в виду, что тоже Color Me, поэтому я сказала сюда же. Цвет, наверное, другой. Да, Diamond 712. Вот он тоже очень нейтральный такой оттеночек, розоватый. Показать вам ближе, не показывать. Я не знаю, стоит ли. Натуральное. Да, да. Ну, в принципе, как раз на каждый день то, что надо. Самый спокойный, такой добрый оттенок, я бы сказала. Что еще у нас есть? Есть еще один блеск для губ. И это Fruity Tubes Lip Seal, да? Тоже не знаю, что это за торговая марка. Это, в общем, не Елена 864. А, Елена. Подарок от Елена 864. Да. Класс. Можно понюхать, да? Сейчас не надеешь. Ой, это какой-то жвачкой пахнет. Ну, это какой-то дыня или арбузом. Дыневая жвачка Love Is. Вот что я скажу. 100% запах из детства. Это тоже, по-моему, больше таким прозрачным, да, ложится? Да, вообще прозрачным. Больше, как, наверное, даже увлажнение, да? Такой, как уходовый, больше блеск. Еще один тон мы здесь видим. Но это уже Revlon Color State. Это уже телерал артиллерия. Это не просто BB Cream, да? Тоже с SPF. Нормальная сухая кожа. И оттенок. Оттеночек вот написано 150 баф. 150 баф. 150 баф. Вот эта кожа называется 150 баф. В принципе, вроде бы как даже не самый-самый светлый, да? Нет, не самый. Ну, светленький, да, для белокожих. У кого-то загар не сходит зимой. Это не при меня. Хорошо. Что это? Это открывается? Я ничего не сломаю, если я это открою. Ага, это на магнитиках. Это бронзер довольно-таки нейтрального коричневого оттенка, но с шиммером, насколько я вижу. Он достаточно блестящий. То есть он из этого цвета медленно мы выходим потом на румяна, да? Он не блестит. Не блестит. А, то есть интересно, да? Он, получается, выглядит здесь таким фростом, а реально никакого фроста он не дает, он просто матовый. Здорово, интересно. Как он называется? Я не сказала. Дарр, да, да. Как? Органическая натуральная косметика. Где? Тарт. А, тарт. А, тарт. Я читаю, что мне было, что я говорю, эф. Называется тарт, да? А где покупала? Ну, это подарок. Вообще сейчас планирую заказать. Можно с американских сайтов заказывать. Ага. Есть и фория. И есть официальный сайт, вообще косметика. То есть продается органическая косметика тарт, которую можно заказать на разных сайтах, например, американских, да? Поехали дальше. Что у нас вот есть? Боже, столько залежей. Это вообще еще один Color Me, тоже, наверное, с того обзора, да? Ну, это не обзор, это вообще, на самом деле, подарки, все. Подарки. Класс. Вот везет, видимо, подарки делает. Это пудра Royal Collection Silk Powder с шелковой пудрой. У нее три оттеночка, видите? Хотим светлее, хотим темнее. Хотим, набираем кисточкой здесь, хотим, набираем кисточкой здесь, хотим, набираем кисточкой здесь. Причем просто темные в качестве коррекции можно использовать, да? В зависимости от вашего уровня загара. Не нужно покупать три отдельные пудры, можно иметь все в одной. Единственное, что, кстати, моя кисточка, не покажу, смотрите видео на Акаше. Она вот хорошо таким по своему размеру влезет именно в такую одну пудру, они все вместе захватят, как большая пудровая кисть. Поэтому удобно как раз для подправления своего макияжа, да? Пудра, но эту пудру я не очень люблю. Она подсушивает, и я о ней уже говорила, что... Может быть, для жирной кожи, да? Это не самый любимый продукт, скажем так, в Color Me, но мне удобно, что тут три в одном, как ты говоришь. Да, я из-за этого, из-за компактности, я ее, в принципе, сейчас покажу. Немного она подсушивает. Еще варианты три в одном удобны тем, что они быстрее заканчиваются, чем большая пудра, и ты, как бы, может быть, даже не успеешь до того, как срок годности ее выйдет. Так. Ух ты, какая красота! Боже, какая прелесть! Посмотрите, здесь нарисована сова, и написано Midnight Owl, то есть ночная, полуночная сова. Холика-холика, это название бренда, да? Да, это тоже корейцы. Ага, да, корейцы. Боже, посмотрите, этот хайлайтер, да? Посмотрите, посмотрите, я не могу, по-моему, это такая супер прелесть, супер нежность какая-то. И вообще, я такой Дашке хочу своей купить. Вот такая красота. Класс, какая красота. Можно пальцем? Конечно, конечно. Чуть-чуть, я руки помыла только что. Вот, он дает эффект порцеляны такой достаточно, то есть осветляет, делает такое порцеляновое личико, очень сверхухоженное, скажем так. Супер, конечно. Вот этот такой я еще не видела. Это класс! Так, поехали. Если нужно освежиться, не идите умываться, возьмите хайлайтер, и этого будет достаточно. Еще как, ага, чувствую тяжелое, как это открыть. Здесь какой-то мрамор, по-моему. Мраморное зеркало. Мраморное зеркало, это круто. Двойное зеркало, одно обычное, второе увеличивающее. Ну, в общем, как у всех, наверное, в косметике есть. Ага, у нас есть резинка с бусинками. Какая пересть. Сперва у ребенка. Я так и поняла. Интересно, у какого, у старшего или младшего? У нас есть сердечко красное. Я нашла маленькое красное сердечко, которое можно приклеить себе на щечку. И еще звездочку можно рядом сюда же. Случайно попало. Да, да, да. Я так и поняла. Случайно попало. Мы этим не пользуемся. Порядки не наводить, понимаешь? Карандаш, кстати, по кисточке для бровей. Да, тоже колорми. Колорми. Пудровой текстуры. То есть правильный карандаш. И он такой, я бы сказала, он шатен. Он не совсем блонд, да? Ну, нормально, в принципе. То есть, чтобы обозначить бровки, будет хорошо, но, в принципе, не блонд. Поэтому, что я говорю, вот сейчас накрашено, да? Ну, да. Ну, как бы цвет вообще в брови отличается от цвета волос. Но вполне, да, вполне носительный и вполне очень даже хорошо. Этот цвет называется PS78, оттенок PS78, такой средний для того, если вы, как тоже блонд, и хотите все-таки выделить свои брови, то вот этот вариант будет очень неплохой. Так, еще одна суперрезинка. На репетиции уже еду, ну. На репетиции без резинки никуда. Дальше. Ковыряться в нос, в ушах, и еще где-то вам поможет палочка для ушей. Ну, не пальцами же, действительно. Так, еще одна помада. Карандаш. Помада Kate. Это какой-то, да, лимитированной модели от Rimmel. О, вот что там у карандаши, куда пошло. Если нужно срочно быть красной, то как тени мы не носим с собой. Вот это у нас Color Me карандаш неточенный. И, в общем-то, и сюда у нас пойдет красная помада. Вот этот наш набор, супернабор суперблондинки. Сразу раз, и нарядная. Да, 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 точно, точно. Наряд с одного маха. Все. Нет, не все. Так, еще тушь для лисни. Тоже Color Me, боже мой, это, наверное, супер. Я, кстати, знаю, что, кстати, Color Me карандаши, они делаются там же, где и делаются карандаши. Коскейтов Колорс, то есть, если вы хотите для карандашной техники, вы можете брать Color Me. Абсолютно точно так же они будут работать. Так, это Color Me тушь, которая Royal, да? Ага, Royal. Что она у нас делает? Расскажите. Королевский взгляд. Ну, что ему сказать? Длинные, красивые, закрученные, пышные. Ну, что, реально, о чем она говорит? Потому что, я помню, об этом и говорит. Об этом и говорит, да? То есть, все туши, которые я не пробовала в Color Me, я не могу придраться ни к одной. Одна мне только не очень нравится, я не тоже говорила, она отпечатывается и то, хотя она делает там какие-то супер красивые и удачные. Но есть одна тушь, которая отпечатывается просто на вид. То есть, остальные туши, какие бы я не пробовала, вообще у меня нет нареканий. Так что, тоже обращайте внимание, что Color Me достаточно бюджетная косметика для тех, кто любит бюджетные варианты. Качество плохое. Цена-качество, самое то. Что здесь написано? Глубокий колер для экстра-черного покрытия. Ммм, экстра-черного покрытия. Все, это все. Это пусто, больше здесь ничего нет. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайк, подписывайтесь обязательно на канал. И не забудьте прямо сейчас перейти на канал Наташи и посмотреть видео, чтобы узнать содержимое моей косметички. Спасибо всем за просмотр. Всех люблю, до встречи. Пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok